Итак, попадаем еще раз, еще раз попадаем на игру за выход в финал фасткапа 146 между командами Bewater, My Friend и командой Ar... 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 Pirates. Вот так вот. А, это Ar... Pirates. Пираты и Bewater. Пираты и Bewater сразу же быстро пикают, быстро же выбирают. Слушайте, самый, наверное, быстрый пик в мире. Пуджа, ой-ой-ой, Слардар. Слушайте, баны интересные. Слардар, Night Stalker, Spirit Breaker и Пуджи. А тут у нас Абадон, Лайфстилер, Пугна и Бэтрайдер. Так, ну вот что, Рубик, Энигма, да, да, у нас будет в этой игре Энигма, еще и Квапатом будет. Shadow Fiend, Ember Spirit, Dazzle, Энигма и Queen of Pain для команды Bewater, My Friend, но для команды Пиратов это будет Вайпер, Инвокер, Варлок, Рубик и... Ну, видите, совсем не хотят, чтобы Энигма давала ультимейты, потому что злая, злая, злая Энигма с этим своим Блэкхоллом, если еще и Аганим вдруг соберет, так вообще будет злее злого. Так вот, последний пик, и что-то задумался над последним пиком Пират, то, что забыл он, что это Witch Doctor, а это Witch Doctor, ну и Квапа, и Квапа. Да, вот так вот, супербыстрые у нас пики-баны. Дефрагер, все-таки Квапа в сложную будет, как мы с вами и думали, потому что в сложное стоять Эмбуру, либо же Shadow Fiend, ну совсем не с руки, ну совсем не с руки стоять им в сложное. Ну и вот, наконец-то, наконец-то, все, хорошо, и у меня, и у игроков. Правда, паузу поставили, потому что у пиратов нет одного пирата, бравого пирата, йо-хо-хо, ну вот йо-хо-хо Witch Doctor скоро к нам присоединиться. Но начнем тогда с команды Bewater, и вот Slash. Slash, думали, что может кто-то, а, вот в чем был вопрос, что кто-то где-то стрим там может быть подсмотреть. Ну, такое, ребят, честно говоря, как бы, я не знаю. А помогает ли это, ну, типа вот, как, что, типа саппорт какой-нибудь, да, стоит на фонтане, там, посмотрите, ага, у них варды, там, у них варды, здесь у них вард. Типа, и здесь у них, там, где-нибудь, вот тут вард, тут лайн вард, все, пошлите разбаним их, или нет, так-так-так-так-так-так, там квопа, там квопа, только что собрала блинкдаггер, все уходим отсюда, просто заливаем с игры. Ну, или что-то такое, не знаю. Ладно, в общем, начинается у нас игра, и так Slash на Enygmy, Merrick, на Ember Spirit, вопрос на Shadowfinde, Defrager на квопе и Сэм на Dazzle. Ну что, Shadowfinde, вопрос, играешь ли ты так же, как и я, Pets, на Shadowfinde, или же нет? Посмотрим, посмотрим. Ну, а у команды пиратов, вот так вот, вот так вот, Lil Recue, Lil Recue на Viper, Mastodont, Witch Doctor, Grr, Warlock, Phantom XP, Invoker и Vanskeri, Vanskeri на Rubik'е. Vanskeri, может быть, Vanskeri как-то, или Vanskeri, странно. Ладно, честно говоря, точно я не прочту имя Рубика, но да простит меня, Рубик, да не даст он в меня свой фейлболт, не забросит меня телекинезом куда подальше. Все еще пауза у нас. Всем передает привет. Мэрик, всем передает привет. Хорошо, Мэрик, все услышали твой привет, все готовы за тебя болеть, точно так же, как и готовы болеть за команду пиратов. Болеем мы за одну команду и за вторую команду. Я, честно говоря, болею за Black Hole. Из всех этих вот игроков и команд я только за Black Hole болею. Я хочу, чтобы Black Hole вот именно так вот четенько в пятерых был дан. Слушайте, а есть ли вообще такая... Ну, ладно, наверное, в пятерых Black Hole дать невозможно. Ну, то есть, как бы, теоретически в пятерых можно засосать, но это только тогда, когда они сами в этот Black Hole заходят. А вот так, чтобы найти именно пятерых и чтобы они так... Ну, может быть, на Рошане. На Рошане, может быть. Ну, вот на Рошане, да, на Рошане можно. Там Black Hole неплохо так закинуть. Неплохо так закинуть. Кстати, у SF, у SF есть такая фишечка, что если вы с Shadow Blade бежите, если у вас Shadow Blade, и вы даете свой ультимейт, то вас будет не видно до самой последней секунды, ну, пока ультимейт не раскастуется. То есть, вы взорвались, и вот тогда только стало вас видно. А вот, например, если вы руну невидимости подберете и будете давать ультимейт, да, трекви, мувсоус, то гораздо раньше спадет с вас невидимость. И будет видно, как вы там так вот, джжжж, там руками разводите и пытаетесь призвать все эти души, которых вы поглотили, себе на помощь. Ну, вот опять-таки этот мув в самоке, на этот раз, правда, решили пойти не через топ-лайн, а через центр. И что, пираты намерят, я так понимаю, агрессивно играть. Вот сейчас надо вард, может быть, какой-то поставить там сразу же на вражеском хайграунде. У кого первый бежит Рубик, правильно, вот смотрите, видите, как правильно играть пираты, первый бежит Рубик, потому что есть кого-то цеплять. И вот так вот решили-то обойти Энигму, правильно, в спину. Сейчас Энигму-то найдут, с хайграунда заходят, Энигма видит, что она попала, и Биводер, Биводер, посмотрите, сразу же стал, он в него полетел. Энигма будет бежать, будет спасаться, но Энигма вызовет 7 хп, и все, уже нет хп у Энигмы. Вот она, Энигма, вот она, вот она уже на фонтане. Ферстблат для Варлока, и это очень-очень хорошо, потому что у Варлока уже 400 монет есть, скоро-скоро уже у него будет рефрешер, скоро-скоро уже у него будет Аганим, всего лишь через, через сколько, давайте посмотрим. А что будет первым? Наверное, Аганим будет первым собирать 4200, то есть через, ну, через, грубо говоря, 3800 будет Аганим, если он ничего другого покупать не будет. Ладно, Энигма погибла, Энигма вот Эидолончика вскушала и бежит в лес. А тут Энигма это все заблокировали, понимаете? Но, проблема в том, что заблокировали ей не все, не все. Вот здесь можно будет, здесь можно будет, или не можно будет, нет, тут можно будет. Как минимум, вот этот вот спаун и вот этот вот спаун у Энигмы останутся незаблокированными. В сложную все-таки пошел Мерик, Мерик пошел в сложную, тут в невидимости Варлок бегает, а, Варлок соло будет стоять, Варлок будет соло сайт и Квопа будет соло сайт. А, ну так вот решили, что Квопе будет в легкое легче, а решили пираты драться-то, драться против Триплы, Трипла на Триплу драться, но тут Квопа, но тут Квопа. Ну и Триплы в любом случае не будет у команды Бивотер, потому что у них есть Энигма. Ну, потому что Шэдоу Фин пока слишком сильно не может ничего сделать Инвокеру, а не может он сделать, потому что всего лишь одна душа у него и 48 дэмэджа, маловато еще, конечно. Ну, против 49, конечно, у Инвокера, но много дэмэджа у Инвокера тоже не будет, потому что это тоже квас-вексовый Инвокер, но тем не менее, тем не менее. Тем не менее, уже сколько-то дэмэджа есть, 49, но тут, конечно, уже 3 души, сейчас будет 4, но этого сейчас не убьет, не убьет, не убьет стычки, не убьет стычки, да, еще и Митснул, кажется, кажется, еще и Митснул. Ну, а здесь будет Варлок против Ауксоти, смотрите, как он Мэрика-то настрелял, ну, Варлок молодец. Ну, Инвокер перемещается между спотами и понимает, что как-то все плохо, там все забанено, делать ничего нельзя. Ага, это все-таки банит, этот вард банит, банит вард. Ну, слэш, да, слэш, конечно, вот с быстрым соуллингом сейчас немножко не получится у него, но тут можно еще как минимум вот эти 2 спота забирать, ну, и стоять типа как бы в дабле, поэтому квапе будет попроще. Ладно, тем временем 2 на 3 у нас имеется у Вопроса и у 2 на 2 имеется у Фантом XP. Ну, Вопрос сам играл на Инвокере и знает, чем опасен квас Вексовый Инвокер, кстати, ускорение, ускорение, ну, грр, грр, говорит, что да-да-да, ребятушки, я все прекрасно понимаю, все у меня хорошо. У меня 3 уже левел, у вас там есть 3 хоть у кого-то, 2, 2, нет еще 3 левела, загнал тут Инвокер под тавер сейчас Шэдоу Финда, но у Шэдоу Финда уже плюс 18, вот уже Шэдоу Финд и неплохо так чувствую, правда, не все души у него еще, не все 12 душ есть, пока что только 10 и квапа пока одна осталась. Ага, потому что вышли на Шэдоу Финда, ну да, проблема Финда в том, что у него нет эскейпов, и вот он уже так далеко, так глубоко зашел, сейчас поднимет, его подцепят, пытался бежать, ну да, сразу же бутылочка прыгнула, ну будет она там нормально, колы будет давать, колы будет давать, ну кто тут Меледикта, Меледикты, минус ССФ. Вот так вот, видишь, доктор, видишь, доктор, Меледикт, ну, это не квапа, все-таки квапе она была в центре стоять, а хотя с другой стороны оттуда, ну, короче, слон, нет, на самом деле правильный выбор, ой-ой-ой, Эмберспирит погиб, ой, что делает этот варлок, ой-ой-ой-ой-ой, ну ты просто пират, настоящий пират, вот так вот у няньки из-под носа-то увел, слушайте, ну это, 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 это поражение, Сэма, это вот лично его поражение, ну и вот, Мерика, как они там могли умереть одному, понимаете, по сути, сложно должен быть варлоку, но, короче, какой-то бред, ну, так понимаю, фаталбаун сбросает, по кулдауну связывает каких-то врагов, например, вот таких вот, и потом просто бьет, 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 паузу ставит варлок, что-то надо сделать, ну, 3-0, кстати, у нас уже счет на третьей минуте, и вот пираты говорят, что да, да, ребят, не играли вы еще с сильной командой, и вот, посмотрите, что и как же это все будет, 14 душ у Финда есть, 14 душ, 4-й, даже уже 5-й левел инвокера, но здесь по левелу не сильно остается, ну, Энигма, наконец-то, начала что-то фармить, но соул ринг у него только сейчас появится, и, конечно, Энигма, ну, посмотрим, посмотрим, может быть, что-то и получится по итогу, но пока начало, начало все цело за пиратами, вот даже графики-то нам показывают, графики нам тоже это показывают, но этот инвокер, вот когда он, а, видите, вот он максит овек, чтобы быстро бегать в невидимости, и МП у него есть, в общем, очень опасный будет инвокер, тут уже, посмотрите, на что есть, мало того, что Форсба, так еще один фраг сделал, и вот они уже арканы на горе есть, на горе есть, так, тут что летит, тут что-то прилетело, тут что-то улетело, смоук, так понимаю, очередной смоук, еще и пулят здесь хорошо, ну, в общем, совсем не очень-то дела, ах, 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 как не везет, как не везет Энигма, ну, там вот, может, тут уже появились тролли, тут уже тролли появились, ну, и вот Рубик нормально, Винскери вместе с Мастодонтом, в принципе, левел получают, третий есть у обоих, у Вайпера какой левел, у Вайпера даже уже четвертый есть, Клопа тут пока что бедная, несчастная, но с четвертым, ну, окей, и что, Мерик, что ты, Мерик, делаешь, ну, вот ставка реально на то, что Мерик будет убивать, пока, пока, пока я не знаю, кто еще может, ну, кстати, на хосте, может быть, что-то придумать, сейчас у нас, question, Клопа пока только придумает, ну, пингует, что давайте ГР хотя бы заберем, да, у него нету эскейпов, у него сейвов нету, но зато у него шестого есть, понимаете, вот он, сейв-то неплохой, правда, на одну секунду там только забросил дальним, попал, третий еще КЛИ всего лишь у Shadow of Finda, но инвокер уже с шестой, с шестой, так, инвокер говорит, я в смоке, я в смоке, я в смоке, внимание, attention, 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 ну, тут шестой надо взять и на хосте попробовать, ну, тут тоже заходит, тут тоже заходит, а уникмы шестой есть, есть шестой, нет шестого, нет шестого, опять, 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 ну, вот сейчас, сейчас повезло, просто ушел тут, ушел, ну, вот, наконец-то начали к карту контролировать Bewater, вот, пришла информация, как бы, что нету там двух саппортов, и понимает SF, что выехали именно на него, ну, а уникма пошла чужие леса оформить, ну, тоже вариант, тоже вариант, почему бы и нет, так, ушли отсюда саппорты, вот так вот, ну, вздохнул сейчас немножко с облегчением SF, 21 душоночка у него есть, значит, убил он, а, убил он больше, 31 он убил, Крипочек, инвокер добил чуть-чуть меньше, ну, совсем меньше, на самом деле, одинаково они, считаете, идут, ну, вот и не надо было сразу так сделать, пойти в чужой лес просто-напросто, и все, тут уже много идолонов, можно даже еще и пойти, собрать, может быть, медальку, и заодно Рошана убить, ну, успокоилась игра, уже стартовый запал спал, второй смог не реализоваться, но если бы реализоваться, второй смог, то там бы уже продолжали бы, видел, 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 инвокер, кто-то видел, что там SF вставил свой вардец, поэтому получите, распишитесь, получите, распишитесь, ну, должна быть, когда информация у вопроса в голове прокрутиться, и должен понять, что там стоит чужой вражеский вард, и все прекрасно там этот вард видит. А, смотрите, что Энигма-то задумала, зайти в спину, задумала, и вот они агрессивно сейчас себя ведут, ГР, ну, ГР, что, вот так вот полетел-то, полетел-то голем на голову, да, Мерика, но тут что-то сзади-то подходит Энигма, и что, ГР, ГР тут уже должен вынужден сбежать спасаться, ГР связали-то, ну, очень мало ХП, Мерика, последняя тычка, он погиб, он погиб, вот так вот, ну, говорит, ой, тут еще и летает, и Меледикт, и летает, все летает, у Вотера, у Слэш, это убивает, вот, совсем Меледикт добивает его, СФ-а подбросили, но СФ-то на хосте, руну прожал, у него была еще и руна вот такая, вот сейчас, батлетычка, батлетычка, нет, еще одна, тут копий, нет, нет, как так, вы посмотрите, тут сколько ХП-то, 8 ХП осталось у Рубика, ну, что ж ты не пошел до конца-то, что ж ты до конца не пошел, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ну, это ошибка, это, конечно, ошибка, и были же тут в батлеты заряды, можно было пойти, попробовать Рубика забрать, 5 в 2 был, хотя бы был бы счет, но, ну, вот так вот, ну, слишком тонок пока что Эмбер Спирит, нет у него фистов, он играл через Флэм Гвард, чтобы магический дэмэдж как-то там попробовать заэвейдить, ну, у Фатал Баунс, видите, проблема в том, что это не магический дэмэдж, у Шэдоу Ворд магический, да, вот у Фатал Баунс урон понижающий, здоровье, ну, Квапа тут стоит, стоит, она как-то пытается стоять против Вайпера, против Лил Рикью, против Лил Рикью, ну, Лил Рикью, конечно, посильнее будет сейчас Квапы, даже несмотря на то, что левел у них одинаковый, окей, Хоста, Хоста, ну, должны были сейчас понять, кто Хоста, ну, что Мерик-то, что ты, Мерик, придумаешь, ну, Пинго тоже, давайте как-то этого Гэра заберем, пока нет у него ультимейт, а что, а как же забрать-то, дизейблов нет, дизейблов нет, ну, вот, наконец-то есть, есть у нас Бэкхолл, 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 будут выходить, будет выходить, не стоит. Слишком отсюда легко вас заметить. Ну и с FTP там был, в общем, да. Но Black Hole не давал. Ладно, 6 на 1 у нас счет, но Enigma может еще прилететь куда-то. Black Hole все равно она еще не реализовала, а может это сделать. Крипов что-то не добивает совсем. Совсем не добивает у нас вопрос. Так, ну вот Enigma решила здесь Black Hole. Здесь Vaper, здесь и Rubik. Но тут надо в двоих давать. Потому что как минимум в Rubik как минимум в Rubik. Опять у нас игра успокоилась, выход не удался и придется поформить дальше. Ну а на самом деле посмотрите, кто формит. Формит Enwalker и Vaper. Вот кто формит. А здесь что-то комбинируют. Комбинируют Merrick вместе с Dazzle, но ничего у них не получается. Реально я вам скажу. Тут даже стаки делают. Короче, как-то все как-то все. У ГР очень хорошо. 9-й левел, посмотрите. 9-й у него, у Enwalker тоже 9-й, у Vaper 7-й. А тут 6-й. Ну вот как-то так, как-то так. Ну может быть у Финда хотя бы 9-й. Нет у Финда еще 8-й. А у Ultimate-то нет? Пауза у нас. Надо что-то подумать. Маны нет? Ага. 1400. Но это будет Blink Dagger или Shadow Blade? Что, как вы думаете? Ну я думаю нужен Shadow Blade. Blink Dagger тут реально не очень хорош будет. Надо, во-первых, SF побольше дэмэджа, побольше какой-то мобильности. Ну и с Blink'а запрыгивать и давать ультимейт это, конечно, не то, что надо. Потому что сразу же его там зацепят и не останется от него камня на камне. Давайте посмотрим на графики. Графики у нас вот так. Разница в заработанном волоте тысяча в сторону пиратов. Ну пираты, конечно же, грабят там караваны. Ну и по опыту то же самое. Тоже тысяча. Практически идентичны графики. Тут прям аж ровная прямая по линии тысячи на шкале. Да, пауза у нас тем временем. Ну раз пауза, давайте смотреть кто же, что же нафармил. Итак, Lil Recue. Собирать будет Мекку, но как бы еще Мекка не собрана. Но уже намечается. У Рубика пока сапог есть. У Варлока тысяча. Варлок вообще хорошо себя чувствует. Вич доктор. Ну Вич доктор там саппорт-саппорт, поэтому у него вот такие вот артефакты. Инвокер. Ага, Инвокер-то обливенстав уже получил вместе с фейзами. Ну и 0 талисман изначально был, но фейзы и обливенстав это хорошо. А у Энигмы пока 500 монет и соул ринг. И здесь брасерочек, чтобы собрать потом. Ну тут как бы долго-долго еще не будет. Ни дезолятора, ни каких-то батлфьюри. Квапа. Вот так вот себе имеет. Пауэр трейдс. СФ. СФ зацепили. СФ камень бросили. Ушел он из-под камня. Отлично, отлично. Зайведил, знал он что делать. Но все-таки, видите, опыт. Опыт. Что значит опыт? Бежал бы назад, погиб бы. Ну еще у него была рунка в запасе. Ну а Даззл будет урну собирать. Отпивается сейчас. Отпивается вопрос. И будет думать, что же, как же этого Фантома-то. Фантома-экспи. Как же его принять? Ну сам это он его не убьет. Ну а здесь вот, здесь что? Здесь пришел Вич-доктор на помощь Гэру. Ну у Гэра уже есть. Понимаете, уже есть у него. Голем. Уже есть Голем. Ну и вот, конечно. Может быть, а кому собрать те самые? Те самые? Кто может собрать себе позволить? Может быть, Мерк все-таки соберет? Но ему лучше изолятор собрать, чем... Так вот, бегут, бегут. Бросили, бросили. Но да, разбежали. Суспели разбежаться, поэтому дальше инициации нет. Я имею в виду... Вот он. Диффуза. Диффуза собрать кому-то надо. Может быть, кому собрать диффуза? СФу, может быть, диффуза собрать? Против Голема-то. Против Голема. Ну не знаю, не знаю, честно говоря. Может быть, саппорт какой-то собрал. Ну а ты, Нигма с макетом заходила, но ушла. Но она сейчас могла бы словить здесь инвокера. Это будет в любом случае блоккол в одного. Так опять бутылочка полетела, но бутылочка в одного. Но не получается. Видите, активно здесь перемещаются. И Мэрик, и Сэм. И поэтому не получается. Ну что? Вот они ветра, вот он ЕМП, и вот он СФ без маны. Так, и Нигма решила сюда прийти. Нигма сюда. А, вот. Вот такой вот. Кстати, этот Транквилл. Сапог очень хорош на Енигме. Пока нет Блинк Даггера. Она довольно-таки мобильная с ним получается. И может как-то быстро сбежать и догнать. Ну там, догнать кого-то, погнаться и как-то... Как-то что-то... Квапа здесь. Квапа. Прыгать туда вперед. Рубик нормально, кстати, Рубик украл. То, что надо. То, что надо. Ну вот, так и играют в Чужих Лесах все. Вышел туда вопрос на Нижний Тавер. Попробуют. Попробуют они забрать. Ну много тут, конечно, всего. И Крепы, и Далоны, и СФ, в принципе, с Дабл Дэмэджа. Посмотрите-то, 200 Дэмэджа уже имеет на 12-й минуте. Это довольно-таки немало. Ну а здесь будет Тавер забрать сложнее. Фортификацию зачем-то использовали. А, потому что центральный Тавер. Ну, может быть, полететь подраться или пойдут дальше. Четвером здесь пятый Квапа, пятый Дефрагер возвращается назад. Но дефить не будут, наверное, Тавер. Тавер дефить не будут, а вот пиратам стоит. И вот летит уже сюда Инвокер, сразу же Ветра, но вот Ветра не будет, но Ветра на готове, я думаю. Ветра у него на готове. Да, Ветра на готове. Окей, Ветра и МП. Ну, все разбегаются, все разбегаются и уходят на реминанте. Бивотер не попал и МП. И МП не попал, ну, Ветра там зацепили, но и МП не попало. Бивотер выходит вперед. Хочет, что он подставится. Ох, барабаны. Кстати, Мекка у Вайпера. Лил Рекью, ну, если есть у него ТП-шка на всякий случай, и у Рубика тоже ТП-шка есть, если что, не прилетят. Но ушли. Прогнал Инвокер своими Ветрами и вот сюда. Ага, ага. Ну, маны мало. Маны мало у Эмбера, посмотрите, маны у него мало. Но сразу же информация прошла, как пираты-то хорошо играют, как они хорошо играют. Посмотрите, сразу же назад побежали, поняли, что там, что там может готовиться и лучше уйти, лучше уйти. Но пуш хороший, видите, пока, что у Бивотер очень быстро там СФ может с крипами разбираться. Ветра, хорошо, ЕМПФ, Дазл, 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 Шелугрэв, себя, да, правильно, вот, видите, как Дазл там правильно играет. Шелугрэв ещё поживёт, поживёт, поживёт. Сикий, прожжал, последняя тычка, всё-таки забирает его Рубик. Но. Так, за кем погнали за Энигмой? Ну, не может Энигмой этот Блэкхолл свой дать. И вот так вот уходит она. Ох, уходит, ох, уходит. Ну, Блэкхолл, Далал, Далал, но куда? Всё-таки зашёл в Блэкхолл Джер. это просто была отсроченная смерть. Не надо было давать. Ох, Галев-то, ещё и Станн, Дефраггер, ну, не по таймингу. Станн, Квопа, Ультимейт, Далал, Квопа погибла, но никого тут не убила, потому что Мекка здесь, Мекка здесь. Шэдоу Финн, Ультимейт, Далал, но Безманы сейчас тоже погибнет. Да, дважды, Ультимейт, конечно, лучше, чем один раз ультимейт. Но это 10 в 1. 10 в 1. Ну и совсем вот этот вот пик Энигмы пока что не оправдан. Пик Эсэфа тоже не оправдан. Ничего, нету мобильности у команды Би Уотер. Не могут они эскейпить все эти скиллы, не могут они эвэйдить эти сражения. Ну, вот так вот отдали инвокера. И СФ, конечно, не лучший выбор. Не лучший выбор по итогу, как казалось. Квопа что-то может, но ничего она не может. Тоже на барабаны собирает. Ну, посмотрим, может быть, ну, Энигмы, конечно, Би Уотер давал слэш. Зачем он давал этот ультимейт, не ясно. А он может? Ох, тут еще и замедление. Какое ветра! А, ветра не попали. Повезло, повезло. Голем погнался. Ну, Голема, может быть, не стоит отдавать-то? Голем довольно-таки дорого стоит. 100 монет целых. Ну, вот надежда на Америка-то. У Би Уотера надежда на Америка. Ну, я просто не вижу других вариантов. Надежда на то, что он соберет. Ну, так посмотрите, 15 минут, что он соберет? У него 600 монет-то. Ничего он не соберет. Вообще ничего не соберет. Просто надо пушить пиратам. Пиратам надо пушить. Если они будут долго... Чем дольше не играют, тем больше шансов, что Америка-то что-то соберет. Ну, вот когда он соберет там Дезолятор и 2 Баттл Фьюри или 3 Баттл Фьюри рапиру. Я не знаю, что он будет собирать. Непонятно пока. Баттл Фьюри, не Баттл Фьюри. Тут Магнуса нет. Правда, как бы, особо нету толпы. Ну, потом, как бы, с крипами пригодится Баттл Фьюри, в принципе. В общем, Баттл Фьюри, Дезолятор, пока у него нет этих двух артефактов. Вот если бы у него сейчас был что-то было, что-то там, что-то из этих двух артефактов, тогда бы можно было бы говорить о том, что есть еще шансы, есть надежда, но пока я не вижу этой надежды. 4 тысячи по опыту и по золоту разница может быть не столь удручающая, не столь большая, но она значительна. Эта разница значительна. Энигма. Но она на Блиндаггер, наверное, идет, но Блиндаггер реально вот никак, никак не поможет. Никак не поможет. Ну, и вот нет уже той агрессии-то. Не может Квапа блинковаться, кого-то кричать, что-то делать, потому что как только она Блинкуется, сразу же ее принимают. Сразу же ее примут. Очень мало ХП у нее, даже несмотря на Брасер и ПТшечку на силу, даже несмотря на это. Ага, тут, похоже, Рубик украл Эдолоны, и поэтому Мерик с ними сражается. Да, Рубик именно так и сделал. Ну вот, гонятся за Квапою, как эта бутылочка-то полетела, и нашла, все-таки, видите, блинком выйдить ее нельзя. Тавр отдадут, но здесь как бы... А этот-то не отдадут, потому что сейчас Тавр-то быстро погибнет, и сразу же ТП-шечки летят. Сразу ТП, сразу ТП. Ну, пираты, видите, свое, свое награбленное, свое зото. Они, ну, Энигма сюда зашла, хорошо. Зацепили Энигму, бросили назад, Меку прожали, но может быть, Лил Кьюто погибнет, все-таки, но Энигма погибла, да, Энигма погибла, тут хороший, это Вард стоит, и Вард просто отгоняет. Мерика, и все, у Мерика нет уже ничего, ну, надо только ТП-а, вот отсюда делать, ну, тут Клдснэп, Клдснэп, убежит, убежит, и, ах, ну, развернуться, не туда развернуться, что же ты сделал-то? Два в два, пока у нас размен, Квапа будет с Гыром пытаться что-то сделать, тут Голем сейчас придет и надает просто Квапе, надает, ээ, СФ, ну, понимаете, что это такое, это Мидас, Мидас, с Мидасом, конечно, все очень, сейчас еще хуже будет Убивотер, еще хуже будет Убивотер, целых 15 минут надо будет СФ уформить, а Мидас этот появился когда-то, на 15-й минуте, на какой минуте? Короче, это не то, что надо было СФ, не то. Ну, может быть, будут пытаться как-то он отпушивать, потому что два Кайла, и, как бы, крипы погибли все, вот, может быть, на это расчет 100, не дадут зайти на хайграунд, тем более, тем более, что удобнее с хайграунда будут отбиваться благодаря Имбер Спириту, но только лишь так, только так. А потом посмотрим, Кайлы забросил, двумя попал, но тут ультимейта, но кто, где саппорт? Саппорт-то ушел далеко, и вот сейчас бы, что этот самый помог бы ему в Шэдоу Блэйд, но нету Шэдоу Блэйда, но посмотрите, что он бежит, бежит ТПА вот отсюда делает, то вот так вот, сбивает ТПА, Меледикт, ультимейт напоследок дает, погибает, сам влетел сюда Мэрик, надо было просто, опять ошибка, опять ошибка, Вардом просто Мэрик отгоняет, Вардом Мэрик отгоняет, ошибка, ошибка от Шэдоу Финда, ошибка от, от Дазля опять-таки, пошел он далеко, оставил он своего Керри, ну, Керри не Керри, ну, в общем, своего подопечного оставил, ну, вот на Мэрикой сейчас выходят, выходят на Мэрикой, но тут Квопа есть, которая может все спалить, вот, дала она Даггерок, полетела в нее бутылочка, подбросили, так, ну, Квопа сейчас прыгнет и заберет Хосту, надо было разбивать Хосту, так, Квопа, 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 бежит, бежит, прожимает, все, посмотрите, не успела тогда убежать даже на Хосте, вот так вот, надо было Блинка, Блинк Страйк отсюда делать, вот, Блинк, ну, Блинк не сделала, Блинк не сделала, чуть на 3, ну, и что, и вот 7,5 уже, по золоту и 5 тысяч по опыту, ну, тогда надо идти, пиратам надо идти, но проблема, конечно, у пиратов все равно сохраняется с этим Эмбер Спиртом, который может хайграунды там нормально так свои фисты давать, а они там у него уже, а они не замакшены, ну, тогда надо тем более идти, и тогда надо тем более идти, Блинк Даггер уже у Рубика, вот так вот, вот так вот, смотрите, сейчас не уедут сюда вопрос, а есть ультимейт? А, есть, а, просто не дают ультимейт, просто без ультимейт это заберут ССФ, 5 душ разлетелось, вот так вот, вот так вот разлетелись 5 душ несчастных, ну, и 9 осталось, 9 у ССФ, ну, и вот вышли, а вот что, вот о чем мы забыли-то, вот этом вот огромнейшем радиусе замедления, как-то так ровно здесь получилось, а потому что по краю крана провел, да, ну, вот что, именно Ставр-то, а еще и Голема-то не призывали, ну, в общем-то, в очень спокойном стиле пираты просто выигрывают эту игру, перепикали, вот я вам, ну, по-другому никак не назовешь, в принципе, мы смотрели до этого игры команды Биотер, они неплохо играли, довольно-таки скилловые ребята, но, что, ничего не могут сделать, смотрите, Энигма бесполезна, Эмбер Спирит бесполезен, Шедоу Финн бесполезен, ну, просто кучка бесполезных героев, вот так вот, ну, ворвался, сразу же Салис получил Голема, получил Голема, хороший Голема-то по троим, минус один уже, Энигма, Блэкхолл, хороший Блэкхолл, но это Блэкхолл, это отчаяние, Квапа закричала, но это все, это победа, это победа, надо ультимейт давать, и не может удавать, не всплать, три души несчастные, разлетелись, вот сейчас, СФ-а минус 7, кроме Квапы, но, просто Королева, конечно же, на своих подопечных отдает, но сама не отдается, потому что есть у нее Блинк, просто есть Блинк, и может она уйти, но это минус сторона, и нету возможности сейвить, вот видите, первым-то влетала Эмберспир, какую-то агрессию он хотел проявить, но эта агрессия обернулась против него же, потому что на Инвокере есть уже этот Аршид, а он собирает себе еще и Дезолятор, но это минус сторона, я думаю, а что, уйдут разве, надо на вторую пойти забрать сразу же, сразу же вторую надо забрать, ну вот, не хотят, не хотят пойти забрать вторую, ну просто, наверное, подожду-то, вот Дезолятор уже на Инвокере есть, уже, ну вот они СФ, понимаете, ребят, когда у вас все плохо, и за 15 минут вас там несколько разгонгали, и у вас счет там типа 10 на 1, то не надо покупать Мидас, не стоит этого делать, Мидас того не стоит, лучше Shadow Blade какой-то купить, чтобы вы могли там убежать или прибежать, ну, опять-таки, да, все это должны прекрасно понимать команды, но почему-то командами Water это не понимает, но из-за этого они платятся, платятся они, платят они мзду, дань, контрибуцию пиратам в виде проигранной игры, 22, уже 22 тысячи минуты прошло игры, и вот выходит, уже Рубик, понимаете, никого не боится, и вот 1000 хп у него есть, чуть ли не больше, чем у Эмберсприт, а вот, понимаете, понимаете, что делать, Рубик, а Рубик-то Блэкхол делает, Слэш, троих, потому что украл он Блэкхолу Эдигмы, вот он, какой Рубик-то, вот он, Рубик, и к Джей Джей пишет, Слэш, ну правильно, он пишет, потому что, если Рубик уже украл у вас Блэкхол, то это все, и троих он словил, великолепная игра, ну просто Рубик реализовал себя, не зря пикнули Рубика, не зря пикнули, украл он слэшки Блэкхол, и победил всех Блэкхол, можно так сказать, ну победа, конечно, была одержана давно, но это был финальный аккорд, красивый был аккорд, брависсимо Рубик, ну а нас впереди с вами ждет финал, оставайтесь с нами, не переключайтесь, через несколько минут мы с вами ворвемся на финал.